В годовщину начала самой кровопролитной в истории человечества войны в городе воинской славы Козельске было зажжено более 300 поминальных свечей. Прошло шествие и была совершена божественная литургия. Подробнее расскажет наш корреспондент Эльвира Городеева. У триумфальной стелы на площади славы ветераны, представители общественных организаций, студенты, жители города. Они пришли сюда, чтобы возжечь свечу памяти о тех, кто в годину испытаний грудью встал на защиту своего дома, родного села, отечества. День памяти и скорби в городе воинской славы Козельске начался с митинга реквиема. Горечь утрат не имеет срока давности. В исторической памяти народа эта война навсегда останется бесконечной болью. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим у памничка. Более 300 поминальных свечей зажгли козельчане в этот день, став участниками большой акции, охватившей не только Россию, но и 80 стран мира. С мерцающими в руках огоньками под звуки военного оркестра Козельской краснознаменной ракетной дивизии люди прошли по улицам города к вечному огню, где возложили цветы. В 4 утра в час вероломного нападения Германии на нашу страну у памятной часовни на площади героев Козельска была совершена панихида. Селение кседых селит и с праведами причтит и нас помилует, як облак и человека любит. А уже днем в Благовещенском храме Козельска правящий архиерей епископ Козельский и Людиновский Никита возглавил соборную панихиду по погибшим героям прошедшей войны. Души от нас, приставшихся раб своих, приз напоминаемых в вожде и воинов, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от раны глада скончавшихся в пленении горьких работах, невинно умученных и убиенных. По окончании панихиды владыка Никита обратился к участникам богослужения с кратким словом. Очень много ушло из жизни в тот период. Количество потерь исчисляется десятками миллионов наших соотечественников. И наш с вами сыновий христианский долг в этот день помолиться о упокоении их душ, чтобы Господь принял их жертву, чтобы Господь причел их с праведниками в селениях, с праведниками.